Блаженна мать и радость у отца, когда их детище послушно и здорово, растет, работает и внуков голоса, с веселым смехом занесло под кровлю. Но горе ждет беременных на сносях, в блокадном городе врагами осажденном, кормящая не взвидит света вовсе, куда ты побежишь зимой с ребенком. Конечно, это притча и намек, о чем предупреждал нас искупитель, что тьма разверзнется, внезапно нападет, и явится предсказанный губитель, а перед ним притечи череда со свастникой, серпастых, молоткастых, замещутся от страха все туда-сюда, но карачун нахлынет вместе с бастой. Тогда о горе ждет и знать дождется, гонянина святых, на христиан, начнут крошить, определять по росту и поведут с учителем застан. Припомнят там беременность от слова, когда и кто к Иисусу обратился от наших слов, что дал нам Егова, а судят за слова, за воплощение мыслей. Припомнят общины и братства обращенных, служение Богу, пение псалмов. Последнее, сойду, в саду пройдет корчевка, очистка от всего, что нанесло. Рожденное от слова благовестия, крепитесь, возрастайте во Христе, целуйте кресть, а не нательный крестик, ведь Дому Божию придется опустить. Блаженщие дети верим стоят, приобревут покой, войдут в мучения, наращивая на проповеди телескостяк, сейчас испытание покажет, чей ты. 24 ноября 2006 года.